Спонсор проекта «Рождественские чтения» – детская стоматология в поликлинике Тарри Лэнд. Тарри Лэнд. Безопасно, как во сне. Глупый богач. Богатство ума не приносит, а жадность последнего ума лишает. Жили на Амуре два человека – неканский купец Лифу, дананайский охотник Актанка. Разные они люди были. Актанка рыбу ловил, зверя бил, всю жизнь работал, а все бедно жил. Лифу стрелу на лук наложить не умел, сойку отрябчика отличить не умел, в своей жизни ни одной рыбы не поймал, что такое невод не знал, только деньги считал, да в лавке сидя торговал, а жил богато. Актанка всю свою добычу отдавал ему за крупу да муку. Лифу был жадный и нечестный человек. Он у Актанки пушнину брал, в свою толстую книгу записывал, что брал, что давал, но записывал он неправильно. А Актанка был неграмотный и сам не мог сосчитать, сколько он должен Лифу. И получалось, что чем удачливее охотился Актанка, тем дороже становились товары у Лифу. Не может Актанка долг уплатить. А Лифу каждый день прибегает и кричит «Эй, ты, не лежи, иди на охоту, долг за тобой». Как-то отобрал Лифу у Актанки сетки за долг. Совсем поглупел купец от жадности, не понимает, что без снасти ничего Актанка не поймает. Подумал, подумал Актанка, долго думал. Сделал селки, изжил Сахатова, самострел насторожил на тропинке, по которой кабан на водопой ходил. Кабан пошел воду пить, самострел свалил его. Опять у Актанки добыча есть. Стал Актанка мясо варить. Лифу учуял, что мясом пахнет, прибежал, на охотника кричит, ногами топает, в свою толстую книгу пальцем тычет «Эй, ты, долг отдавай!». Отдал ему Актанка все мясо. А Лифу и того мало, и самострел забрал, и силки. Вот как. Говорит жена Актанки, Айнка. «Что мы делать будем, господин Лифу? Без снасти нельзя добычу взять, нельзя мясо добыть, шкуру добыть. Не слушает ее Лифу, сгреб все в охапку и ушел». Заплакала Айнка. Говорит ей Актанка. «Ничего, жена, как-нибудь проживем». Подумал, подумал, долго думал. Потом из ветки тиса сделал маленький лучок и пошел в тайгу. Глаз у Актанки острый, рука у него твердая. Как спустит стрелу, так и убьет птицу. Много дичи набил. Принес домой, стала Айнка птицу жарить на вертеле. Учуял жадный Лифу, что у Актанки жареным пахнет. Опять прибежал. Отдавай долг. Не может Актанка долг отдать. Забрал у него Лифу и лучок, и стрелы, и птицу. И ушел. Плачет Айнка. «Ой-ёй-ёй, как теперь жить станем?» Говорит ей Актанка. «Не плачь, жена, давай лучше думать». Вот стал Актанка думать. Всю ночь думал. Чуть весь табак не искурил, пока думал. Утром говорит жене. «Пойди приготовь смолы». Пошла Айнка в лес. Набрала смолы, спихты, елки. Много набрала. Растопила, смешала. Взял Актанка чумашку со смолой. Пошел на утес, где высокая ель росла. Залез он на это дерево, на самую вершину. Вокруг посмотрел. Видит, птицы летят. Стал Актанка с того дерева слезать. Стал смолой ветки и ствол мазать. Спускается и мажет, спускается и мажет. Все дерево вымазал. Потом домой пошел спать. Утром жену разбудил. «Эй, жена, иди добычу собирать». Пошла жена Актанке к тому дереву. Видит, все дерево птицами усеяно. Ночью птицы на дерево отдыхать сели, да и прилипли. Как крыльями не хлопали, оторваться не могли. Собрала Айнка дичь, понесла домой. Стала птицу жарить. Лифу спал, да во сне барыши считал. Вдруг запах мяса учуял из фанза Актанке. Вскочил, побежал. От жадности трясется, весь руки дрожат. Коса по спине прыгает. Туфли с ног сваливаются. Халат выше колен задирается. Прибежал Лифу к Актанке. В свою толстую книгу пальцем тычет. Эй, кричит, долг не отдаешь, а мясо ешь. Отдавай долг. Не могу, говорит Актанка. Не могу, господин богатый. Тогда снасть отдавай. А снасти у меня нету, Актанка говорит. Сам же ты у меня всю снасть забрал. Лифу в котел Актанке руку запустил, тетерку вытащил, утку вытащил. Как птицу увидал, глаза вытаращил, ногами затопал, покраснел от злости. Кричит не своим голосом. А тетерку ты как поймал? Разве сама она к тебе в котел прилетела? Без снасти поймал, отвечает Актанка. Надо только дерево смолой намазать. Сядут на то дерево птицы и прилипнут. А тут их голыми руками собирай, да в котел бросай. Обрадовался Лифу. Вот думает, хорошо, теперь я всех гусей, всех уток переловлю. Хорошая торговля пойдет. А Актанке теперь ни муки, ни крупы, ни сала не дам. Побежал богач домой. Жену в лес погнал, велел смолу собирать. Целую бочку смолы набрала жена богача. Еле-еле ту бочку вдвоем до горы дотащили, где высокие деревья росли. Лифу смолы в медный котел набрал, на дерево полез. Лезет и мажет, лезет и мажет. Пока до вершины добрался, все дерево обмазал. Густо-густо обмазал, чтобы птицы побольше прилипло. Жена кричит ему снизу. Эй, слезай, Лифу, а то всех птиц перепугаешь. Видишь, целый косяк гусей летит. Да жирный-прижирный, сало с них в реку капает. Стал купец слезать. А дерево липкое. Чем ниже, тем смола крепче. Прилип Лифу к дереву. И руки, и ноги, и халаты его расшиты прилипли. Торопит его жена. Слезай, Лифу, уже близко те гуси. А Лифу не может двинуться ни вверх, ни вниз. Говорит жене, не могу слезть, руби дерево. Птицы и наповаленные сядут. Схватила жена богача топор. Принялась рубить дерево. Машет, что есть силы, только щепки в разные стороны летят. А Лифу кричит, скорей, скорей, а то гуси мимо пролетят. Подрубила жена дерево. Упало оно, ударилось о землю. Убился жадный Лифу. Отскочил один сучок, ударил жену богача в лоб. Упала она в бочку со смолой. А прокинулась бочка, покатилась и упала в реку вместе с женой глупого и жадного Лифу. А нам не жалко ее. Она тоже не лучше своего мужа была. А Актанка пошел в фанзу Лифу, забрал все свои снасти. И лучок, и самострел, и силки. Стал жить, охотиться стал, рыбу ловил. И никто у него добычу больше не отбирал. Девушки отдыхают. Так же сладко, как в своей кроватке, малыши спят на приеме у Тари. Детская стоматология под наркозом в Тариленд. Мама, я проснулась. Мама, я проснулась. Продолжение следует...